Япония. Весна считается лучшим временем для посещения Японии. Именно в это время можно увидеть всю красоту природы этой страны. Сегодня нарисуем японский пейзаж. Фон я нарисовала, но нечаянно удалила это видео. Это рисуется так. Мало краски, много воды. Жидкой краской рисуем. Надеюсь, у вас всё получится. Нам понадобится шаблон, круг. Можно использовать маленький или большой формат круга. Понадобится губка для посуды. Вот так вот обмакивая краской, рисуем красное солнышко. Краска не должна быть слишком жидкой. Полусухой краской закрашиваем. И не всю закрашиваем. Закрашиваем вот с левой стороны плотно красным цветом. С правой оставляем вот незакрашенной. Даже я вот взяла кисточку, чтобы нарисовать, показать контраст плотной, яркой краской. Рисуем солнышко. Вот так, тихонечко обмакивая. Дальше набираю чёрную краску, чёрную гуашь. Я рисую гуашьевой краской. Краска должна быть полужидкой для удобства, чтобы удобно было рисовать ветки сакуры. Рисуем корявыми ветки. У японцев цветение сакуры ассоциируется с облаками. А прогулки по светущему саду называют прогулками по облаками. Нарисуем силуэты кустарников, деревьев саднего плана. И дальше мы будем набирать белую плотную краску гуашевую. Это у меня марка Санет. Гуашевая краска марка Санет плотная, непрозрачная. И вот таким вот образом, кусочком губки от посуды, я рисую светущее дерево, светущие ветки. Один слой. Если у вас просвечивает белый цвет, можно по три слоя пройтись. И чуть-чуть красного добавляю. Но чуть-чуть, потому что у нас солнышко красного цвета. Чтобы был контраст, берем вот этот красный яркий и белый цвет. Еще набираю белую краску и тонкой кисточкой прорисовываю цветочки сакуры. Кисточкой уже можно наносить цветы там, куда хотим, потому что губкой не всегда получается нарисовать так, как мы хотим. Вот так вот сухой белой кисточкой прорисовываю блики на скалах сухой белой краской. Обсушили об салфетку кисточку и прорисовываю. Набираю черную краску, смешиваем хорошенько водой, рисуем сказочный замок Японии или же храм, можно сказать. Тут можно было сначала, конечно, начертить вертикальную прямую линию для удобства, чтобы нарисовать симметрично. Но я начала сверху, крыши вот такие вот интересные у японского храма, чуть приподнятые по краям вверх, и постепенно расширяем верхние крыши поуже, Чем ниже опускаемся, тем шире крыши. Можете сами найти в интернете силуэты храма, японского храма. Там много вариантов. Можете нарисовать свой вариант. Подправляю, добавляю тонкой кисточкой, круглым концом. Материалы для рисования, необходимые материалы оставлю под описанием к этому видео. Вот так вот просто ярко, красиво японский пейзаж у нас получается. Думаю, это у всех получится, потому что очень простой пейзаж. Наша работа завершена. Если вам понравился видеоурок, напишите свои комментарии, задавайте вопросы. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видеоуроков. Прорисовываю окошки белой куашью и цветы. Пишите свои комментарии, чтобы я знала, какой аудитории я работаю. До новых встреч, друзья! До новых встреч! До новых встреч!